Так, ну что ж, на часах у нас уже 35 минут, значит время начинать, давайте включим запись. Скажите мне, пожалуйста, видно ли и слышно ли меня и отображается ли у вас как-то, что запустилась запись лекции? Да, все окей, запись идет. А, запись идет. Странно, у меня вышло, что высветилось сообщение, что нужно запросить какое-то разрешение на запись лекции, ну ладно, будем надеяться, что все хорошо. Так, и в прошлый раз мы с вами обсуждали TCR и BCR, как их секвенировать, как интересно их исследовать. Сегодня мы с вами будем говорить про антиген-презентацию и почему это интересно. Каким образом, да, как у нас происходит антиген-презентация? У нас есть главный комплекс гистосовместимости, он бывает двух типов, MHC типа 1 и MHC типа 2. Они у нас представлены на разных клетках, то есть MHC первого типа у нас присутствует практически на всех клетках, то есть он отсутствует на эритроцитах, на сперматозоидах и на нервных клетках. Он иногда экспрессируется и там выполняет несколько другие функции, но, в общем, на всех остальных клетках у нас присутствует MHC 1. И, соответственно, он предоставляет, на данном рецепторе у нас происходит антиген-презентация эндогенных пептидов, то есть то, что у нас находилось в клетке первоначально. Собственно, именно поэтому он у нас и находится на всех клетках, то есть это такой некоторый способ, с помощью которого клетка может сообщить окружению, что с ней все в порядке. Вот посмотрите, у меня внутри вот такие вот белки, в них ничего страшного нет. Но при этом, если у нас происходит заражение клетки вирусом, то, соответственно, у нас белки вируса попадают внутрь клетки, они становятся эндогенными белками. У нас тогда клетка может показать эти пептиды вирусные и сказать, что вот, смотрите, у меня здесь есть какие-то странные пептиды. И в таком случае она привлекает внимание CD8 положительных клеток. Это у нас цитотоксические клетки, и они тогда нашу бедную инфицированную клетку уничтожат. Также у нас есть MHC 2 типа. Он представлен у нас не на всех клетках, а только на специализированных антиген-презентерах. То есть это у нас дендритные клетки, макрофаги и B-клетки. И на них представлены аппетиты от экзогенных белков, которые были захвачены клеткой в ходе фагоцитоза или пиноцитоза. То, что у нас представляется на комплексе MHC 2, то у нас распознается CD4 положительными клетками. То есть это у нас Т-хелперы. И здесь у нас уже ответ обычно такой более тонкий, более мягкий. То есть мы находим что-то снаружи и пытаемся разобраться, насколько это для нас опасно. То есть мы это показываем нашим Т-клеткам, смотрим, есть ли у нас какие-то сигналы о том, что идет поражение организма, либо если сигналов нет, то мы тогда никак не реагируем на данный пептид. В общем, смысл в том, что у этих двух комплексов абсолютно разные функции, несмотря на то, что одинаковое название. Также у нас есть такой эффект, как кросс-презентация. Это когда какие-то экзогенные белки могут быть представлены на MHC первого типа. Зачастую, например, такой механизм включается, когда у нас клетка инфицирована микобактерией туберкулеза. То есть это на самом деле очень неприятная болячка, потому что данные бактерии, они умеют жить в клетках, они умеют избегать деградации и могут жить, например, в фагосомах макрофагов. То есть с одной стороны получается, что это как бы экзогенные белки, из которых состоит наша бактерия, с другой стороны она поражает саму клетку, поэтому получается запустить механизм таким образом, чтобы пептиды были представлены на MHC класс 1. Соответственно, как у нас выглядят наши главные комплексы кистосовместимости? У нас есть MHC первого и второго класса. И MHC первого класса у нас состоит из двух частей. Первая часть – это альфа-цепь, которая состоит из трех доменов и бета-глобулин. То есть у нас такие вот три домена, как вы видите здесь на слайде, альфа-1, альфа-2 и альфа-3 – это все единая цепь. Альфа-цепь, несмотря на то, что вот здесь есть такой пробел между правой и левой частью на рисунке, это просто не совсем корректное отображение. И здесь снизу, для того, чтобы поддержать структуру всего этого рецептора, присоединен бета-глобулин, он кодируется вообще там отдельным геном с другой хромосомы и напрямую не имеет никакого отношения, с генетической точки зрения, скажем так, не имеет отношения к локусу MHC1. Но вот у нас белок так собирается, соответственно, он у нас закреплен на мембране и закреплен он за счет альфа-цепи. То есть у нас вот этот мембран-спеннин-риджен, он находится только на альфа-цепи. Также у нас есть MHC2 типа, который состоит из двух цепей, из альфа-цепи и бета-цепи, каждая из которых состоит из двух доменов, альфа-1, альфа-2 и бета-1, бета-2. Каждая из этих цепей имеет мембран-спеннин-риджен, то есть обе цепи закреплены на мембране. При этом, если вы будете сравнивать, например, альфа-1 для MHC1 и MHC2, по пептидам выравнивать друг на друга, если вы будете выравнивать альфа-2 на бета-1, то вы увидите, что эти последовательности в целом достаточно похожи. То есть в принципе оба этих типа рецепторов, они весьма похожи между собой. Что еще здесь важно сказать, что часто вы можете встретить такую информацию, что оба типа рецепторов у нас относятся к белкам иммуноглобулинового семейства. Не надо здесь путаться в том плане, что когда мы говорим что-то про иммуноглобулины, мы, как правило, имеем в виду BCR-а, антитела. А вот эти вот белки, которые представляют собой MHC, это тоже семейство иммуноглобулинов. Они иммуно, потому что участвуют в наших иммунных реакциях. А глобулины, они потому что у нас так называется некоторый класс белков. То есть у нас бывают альбумины, глобулины, кто еще фибрины. То есть альбумины – это маленькие белочки, которые относительно хорошо растворяются, а глобулины – это большие тяжелые белки, которые плохо растворяются. Вот это просто большие тяжелые белки, поэтому да, они тоже глобулины, но никак не связаны с B-клетками, скажем так, никак не связаны с BCR-ами. Как-то они, конечно, связаны с B-клетками, потому что экспрессируются на их поверхности в том числе. И откуда они у нас берутся на нашей поверхности клеток? У нас, естественно, есть генетический локус, который кодирует данные белки. И если мы схематически посмотрим, то у нас есть локус для MHC1, в котором находятся три гена, которые называются MHC1A, MHC1B, MHC1C. Во-первых, каждый из этих генов, во-первых, это три действительно разных гена, во-вторых, каждый из них кодирует альфа-цепь. То есть если у вас есть одна хромосома, на ней есть MHC1 локус, то с этого одного локуса вы можете получить три типа разных рецепторов. При этом позиции А, В и С, они фиксированы, и у вас есть куча разных аллелей каждого типа, то есть у вас есть порядка 40 версий MHC1A, там больше 100 версий MHC1B, и там тоже что-то, кажется, около 40 аллелей MHC1C. Они сами по себе аллели, группа для А как-то похожа между собой, группа для Б, группа для С, все они похожи между собой, они определенным образом у нас расположены в геноме, но у вас есть на одной хромосоме по три версии, то есть все они кодируют альфа-цепь MHC1. Соответственно, если у вас есть две хромосомы от мамы и от папы, каждый из этих хромосом несет в MHC1 локусе по три гена, если у вас все три гена разные, поскольку аллелей большое множество, то у вас может получиться шесть различных типов MHC1 вариантов. То есть все они используют разные альфа-цепи, но один и тот же бета-глобулин на рисунке изображен черным кружочком. Но может случиться так, что, например, у вас ген А совпадает и у мамы, и у папы. Тогда у вас будет всего лишь пять различных типов MHC1 и так далее. То есть здесь есть всякие вариации. Теперь, если мы посмотрим на локус, который кодирует MHC2 типа, мы увидим, что в нем точно так же есть, скажем так, три региона, три области, которые кодируют три разных варианта MHC2 типа. Эти локусы называются DP, DQ и DR. MHC2 класса у нас состоит из двух цепей, как мы помним, альфа и бета. Соответственно, оба гена, альфа и бета, у нас содержатся в одном локусе. И здесь такая интересная история, которая заключается в том, что у вас альфа-цепь одного типа локуса не может спариваться с бета-цепью другого типа локуса. То есть если у вас альфа идет из DP региона, то она никогда не спарится с бета-цепью DQ регионом. Ну и там DR регионом. Но при этом у вас альфа и бета-цепи из одного региона могут спариваться между двумя разными вариантами хромосом. То есть у вас есть альфа-цепь из DP региона с маминой хромосомой, и у вас есть бета-цепь с ДП региона на папиной хромосоме, они могут между собой испариться. Таким образом, у вас есть каждый регион, вот у вас есть ДП регион, и если у вас и альфа, и бета-цепи на маминой, и на папиной хромосоме разные, то у вас могут получиться четыре различных варианта MHC, которые получены с вот этого ДП локусом. То есть у вас может быть альфа-бета с одной хромосомой, альфа-бета с другой хромосом, альфа с одной хромосомы и бета с другой хромосом и перекрестна, наоборот. И, соответственно, таких локусов у вас 3, ДПД, КУДР, каждый из них может образовывать по 4 варианта, и того у вас может сложиться 12 разных вариантов MHC второго типа. Ну, опять же, если какие-то альфа-цепи или бета-цепи повторяются у мамы или у папы, то, соответственно, разнообразие рецепторов будет ниже. Также, когда у нас происходит сборка MHC вариантов, то у нас здесь нету никакого механизма подавления, то есть у нас собрался один вариант, и это не значит, что все, для этой клетки мы собрали один вариант, и другие варианты больше собирать не будем. Нет, у нас запросто на одной клетке может экспрессироваться много разных вариантов MHC, но они могут экспрессироваться на разном уровне. Так, у нас здесь есть несколько человек, давайте немного пообщаемся. Как вы думаете, зачем нам столько разных вариантов MHC? Если вам неудобно говорить, вы можете писать в чат конференции, либо можете писать в чат в Телеграме. Ну, никто со мной говорить опять не хочет, но ладно. Зачем нам... Слышно? Да-да-да, давайте. Нам же распознавать нужно, можно больше не сделать. Смотрите, распознаванием у нас занимаются Т-клеточные рецепторы. Ну, ладно, вы примерно в правильном направлении начали. Нам нужно только не распознавать, а нам нужно презентировать. И вещь, которую нужно, идея, которую нужно обязательно запомнить в этой лекции, то, что у нас разные MHC могут предоставлять разные пептиды, презентировать разные пептиды. То есть один пептид на одном типе MHC будет презентоваться, но этот же пептид на другом типе MHC может не презентоваться. И это очень важная идея, во что это выливается, мы обсудим чуть дальше. Но давайте, прежде чем мы обсудим эту интересную штуку, посмотрим на детальное строение MHC-генов. Как я и сказала, у нас есть локусы, ответные за экспрессию MHC1, MHC2, и между ними находится так называемый локус MHC3. В каждом из этих локусов содержится множество различных генов. При этом все эти три локуса, они действительно расположены прям друг за другом, близко расположены и, как правило, наследуются одним куском. То есть кроссинг-геновер в этом месте происходит достаточно редко. Поэтому, как правило, мы получаем сразу весь блок из вот этих трех локусов от мамы, весь блок из трех локусов от папы. И у сиблингов есть 25-процентная вероятность того, что они будут идентичны по вот этому гоплотипу. И теперь чуть подробнее, из чего же у нас состоят локусы. То есть, как я и сказала, у нас там по несколько генов содержится, но помимо того, что у нас есть гены, которые кодируют непосредственно сами цепи, то есть логично, что у нас в локусе MHC2 есть гены для кодирования альфа-цепи, DP-локуса, бета-цепи, DP-локуса и так далее. У нас здесь, как ни странно, есть еще в локусе MHC2 такие гены, как TAP2, LMP7, TAP1 и LMP2, которые на самом деле кодируют белки, необходимые для экспрессии MHC первого типа. То есть, ну вот нельзя сказать, что MHC2 локус, он отвечает только за экспрессию MHC вторых белков. Нет, здесь у нас гены, они немного перемешаны. И еще более интересно становится, а что же такое MHC3 локус? Здесь у нас не кодируется никакой антигенопрезентирующий рецептор. Здесь у нас тоже есть несколько различных генов, и, например, здесь у нас расположены гены, которые кодируют C2 и C4 белки системы комплимента. Также здесь есть гены, которые кодируют факторы некроза опухоли альфа и бета. И еще некоторые всякие регуляторные штуки. А, да, и, простите, забыла сказать, все это у нас расположено на шестой хромосоме на коротком ее плече. Соответственно, вот у нас есть вот эти гены. У нас, значит, продуцируется альфа-цепь, собирается MHC1 комплекс, продуцируется альфа-бета-цепь, а собирается MHC2 комплекс. Вопрос, что же они делают и как выглядит антигенопрезентация. Здесь у нас снова некоторая модель для MHC1, MHC2. Слева мы видим MHC1, то есть у нас есть альфа-цепь, которая закреплена на мембране, ее поддерживает бета-глобулин. И MHC первого типа осуществляет антигенопрезентацию пептида длиной 8-10 аминокислот. То есть в идеале это должно быть 9, но там плюс-минус 1 аминокислота допускается. И при этом у нас, когда происходит антигенопрезентация пептида, то у нас N и C конец пептида связаны непосредственно с альфа-цепью нашей. То есть у нас получается такая как бы петля. То есть у нас альфа-цепь, она состоит из трех доменов. И вот два домена внешних, которые распознаются Т-клеточным рецептором, между ними как бы есть такая ямка. И вот в этой ямке, грубо говоря, мы натягиваем наш пептид и закрепляем концами на одном и на втором домене. Для MHC второго типа у нас есть две цепи. И в данном случае мы можем осуществлять презентацию пептидов большей длины, то есть больше 10 нуклеотидов, но тоже там есть некоторые ограничения, кажется, в районе 20 аминокислот. И здесь у нас вот этот наш пептид, он как бы застревает между нашими двумя цепями альфа и бета, и оба конца они свисают свободно. И есть еще одна такая очень интересная, тоже интересный тип рецепторов, который называется CD1. Ну, то есть мы его обозначаем как CD1. Он очень похож структурно на MHC первого типа, то есть там тоже есть некоторая такая альфа-цепь, которая, правда, кодируется совершенно другим геном. То есть точно так же у нас есть некоторый локус, который кодирует данный рецептор. Он у нас расположен на первой хромосоме, и в нем есть блок из пяти различных генов. То есть вот эти альфа-цепи, они тоже, как у нас MHC первого типа бывают разные, так и здесь у нас CD1 тоже бывают разные. Там есть пять генов, которые называются ABCDE. Но, например, та цепь, которая получается E, она экспрессируется не на поверхности клеток, а внутри где-нибудь там в районе аппарата Гольджи. Но там ABCDE, они выходят на поверхность нашей клетки. Соответственно, у нас такая же альфа-цепь из трех доменов получается. Точно так же она использует тот же самый бета-глобулин для поддержания своей структуры. И данный рецептор у нас занимается презентацией липидов. При этом, если внешне он похож на MHC1, то по своим функциям он, скорее всего, похож на MHC второго типа. Потому что распознавание происходит с помощью CD4 положительных клеток. И это Т-клетки, которые несут на себе гамма-дельта клеточный рецептор. То есть, когда мы говорим про ТСР и узнавание MHC, мы, как правило, говорим про ТСР, который состоит из альфа-бета-цепи. Но мы с вами в той лекции, когда обсуждали Т-клетки, также упоминали, что у нас есть Т-клетки, у которых Т-клеточный рецептор состоит из степей типа альфа-гамма-дельта. Они больше всего присутствуют где-то в районе слизистых и выполняют такую больше опсонизирующую функцию. Вот эти Т-клетки узнают антигены не в составе MHC, а в составе CD-1 комплекса. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас на этом этапе вопросы? Потому что, по сути, мы сейчас с вами основные моменты строения обсудили. Нет, вроде все понятно. Все понятно. Отлично, хорошо. Тогда, в общем, мы теперь знаем, что у нас есть много всяких разных MHC, которые, во-первых, презентируют у нас антигены, чтобы сказать, что с клеткой все хорошо или с клеткой все плохо, нужна какая-то помощь. Либо также они у нас отвечают за распознавание свой-чужой. И типировать людей, определять, какие аллели MHC несут люди, это важно, полезно и интересно. Почему это важно, полезно и интересно, мы с вами сейчас обсудим. Но прежде чем обсуждать, сначала скажем, что определять гоплотип человека можно разными способами. И, например, если вы хотите понять, несет ли человек какой-то определенный аллель MHC, то вы можете просто использовать ПЦР. То есть вы подбираете какие-то специфичные праймеры, которые распознают только определенный аллель, и просто ставите ПЦР и смотрите, является человек носителем данного аллеля или нет. Если же мы хотим более подробно изучить гоплотип, то есть нас интересуют не какие-то варианты, а мы хотим понять, что несет в себе человек, и есть ли там какие-то мутации, то здесь уже, конечно, этот вопрос необходимо решать с помощью МГС-сифинирования. И, во-первых, еще один момент, чтобы не путаться. Есть понятие MHC, есть понятие HLA. HLA – это то же самое, что и MHC, но только для человека. То есть если вы определяете гоплотип человека, вы можете сказать, что мы определяем там, мы типируем MHC вот этого человека, либо мы проводим HLA-типирование. Это одно и то же. Но если вы говорите про мышку, то мы говорим, что мы изучаем MHC вот этой вот мышки. То есть мышка – это уже не HLA, то есть HLA – это вот чисто для человека определение. Соответственно, когда вы определяете какие-то аллели, что там человек несет в своем гоплотипе или нет, то вы пишете HLA, либо пишете MHC в случае человека без разницы, дальше дефис, дальше название гена, с которого, к группе которого относится вот тот или иной аллей, то есть относится ли он к группе А для MHC, один группе Б или С, или же вместо А может идти ДП, ДКУ, ДР, если мы говорим про MHC второго типа. Дальше идет звездочка и некоторый номер аллеля. То есть мы знаем, что вот у нас есть аллели, типа у нас есть гены, которые находятся в позиции MHC-А. Они бывают всякие разные. Вот мы, значит, просеквенировали эти аллели и присвоили каждому из них какой-то порядковый номер. Но помимо того, что у нас есть разные аллели, у нас еще могут быть какие-то локальные мутации. То есть мы говорим, что у нас существуют какие-то аллели гена, когда они присутствуют в нашей популяции, в проценте больше какого-то установленного определенного. Как правило, это что-то в районе 1%. То есть если у вас больше 1% популяции носит вот такой вариант гена, то независимо от того, как он отличается от всех остальных, вы говорите, что это аллель. А если у вас встречается реже, то вы говорите, что это какая-то локальная мутация у какого-то конкретного человека. Примерно так это работает. И, соответственно, если вы секвенируете аллели и ищете не только к какой-то основной группе они относятся, то также через двоеточие вы можете перечислять некоторые характеристики, какие изменения в этом аллеле присутствуют. Но вот если вы видите вот эту большую страшную штуку, то в первую очередь смотрите на три позиции, они вам скажут вообще, о чем идет речь. А все остальное – это уже нюансы, это для решения каких-то локальных задач. Не пугайтесь. И о чем здесь можно поговорить? То есть когда мы говорим про главный комплекс гистосовместимости, во-первых, да, как я сказала, что нам это нужно для антиген-презентации, во-вторых, это очень важный элемент определения свой-чужой для клеток, для тканей нашего организма. И помимо того, что этот главный комплекс гистосовместимости очень нам полезен, потому что позволяет выявить больные клетки, он иногда бывает не очень полезен, когда речь идет, например, о трансплантации. То есть если мы берем орган от одного человека и подсаживаем его к другому человеку, то этот орган может произойти отторжение данного органа, это связано, собственно, с вот этой вот историей, с антиген-презентирующей историей. В чем она заключается? Вообще у нас причин для отторжения органов и механизмов отторжения органов, их очень много. То есть у нас, например, бывает сверхострое отторжение и острое гуморальное отторжение. По сути, это примерно одна и та же штука, потому что она завязана на Б-клетках, на антителах. Но сверхострое отторжение происходит практически сразу после операции, буквально через несколько часов. Острое гуморальное отторжение может, например, через месяц проявиться. Несмотря на то, что и то, и другое отторжение обусловлено антителами, разница заключается в том, что в случае сверхострого отторжения у вас уже по какой-то причине есть большое количество антител, специфичных к антигенам донора. Такое часто бывает, если рецепиент переживал большое количество переливаний крови или беременность тоже. То есть если в организм рецепиента попадало что-то чужеродное, то, грубо говоря, организм мог уже сталкиваться с какими-то подобными антигенами и выработать на них иммунную реакцию. А если раньше ничего чужеродного в организм не попадало, то вот сейчас пересадили человеку орган, теперь организм распознал инородные антигены и выработал иммунный ответ, но в данном случае это будет через B-клетки. Также у нас отторжение может происходить посредством T-клеток, то есть оно тоже бывает острое клеточное отторжение и хроническое отторжение. В чем между ними разница? В том, что острое клеточное отторжение, оно у нас T-опосредованное и происходит достаточно быстро после операции и связано с тем, что у нас есть антиген, презентирующий клетки донора, которые презентируют антигены из органа донора, и клетки нашей иммунной системы быстро распознали новые антигены, решили, что они недоброжелательны и начали борьбу с органом. А хроническое же отторжение, оно возникает через некоторое время и связано с тем, что у вас уже ваши антиген, презентирующие, ну не ваши, а клетки пациента, клетки рецепиента, антиген, презентирующие, захватили какие-то антигены донора и теперь их предоставляют. То есть здесь разница только в том, кто предоставляет антиген, а так и в том, и в другом случае у вас T-клеточный ответ, просто в одном случае он побыстрее, в другом случае помедленнее. И возникает вопрос, можем ли мы с этим что-то сделать, ведь у нас же есть механизмы толерантности, у нас есть центральная толерантность, у нас есть периферическая. То есть что такое центральная толерантность? Напоминаю, что когда у нас созревают наши иммунные клетки, они проходят специальный отбор, чтобы в кровоток не вышли зрелые клетки, которые распознают наши собственные антигены, чтобы они не начали нас убивать. Это называется центральная толерантность, это тот самый отбор наших иммунных клеток, который происходит в костном мозге и в тимусе. Но его в некотором случае клетки могут избежать и выйти в кровоток, зрелые аутореактивные клетки. То есть почему такое может возникнуть? Да банально хотя бы потому, что да, у нас есть специальные механизмы выработки наших антигенов, например, в костном мозге. Мы стараемся показать нашим клеткам все разнообразие нашего организма, но здесь есть некоторые ограничения. То есть что-то можем взять, да не показать. И потом клетка выйдет в наш организм, столкнется с чем-то для себя новым. И в этот момент очень важно, чтобы не началась атака, чтобы не началась аутоиммунная реакция. Для этого есть периферическая толерантность. В чем заключается ее смысл? В том, что если ты или байклетка видит что-то новое, но при этом не получает сигналов о том, что происходит что-то плохое, то есть там нет никаких маркеров воспаления, то она не начинает агрессивный иммунный ответ. Именно поэтому у нас, например, в кишечнике может жить огромное разнообразие бактерий. До тех пор, пока они не делают нам ничего плохого, наш организм на них не отвечает. Если же мы возьмем эти же самые бактерии, перенесем, допустим, в легкие, и эти бактерии начнут поражать наши легкие, в этом случае иммунный ответ начнется. Наша периферическая толерантность, что удивительно, это достаточно локальная история. То есть у нас действительно эта толерантность может сохраняться только в одной части тела и не работать в другой части тела. Возникает вопрос, почему же тогда у нас начинается иммунный ответ на пересаженный орган? Мы же не делаем ничего плохого. На самом деле здесь нужно понимать, что плохое мы все равно делаем. То есть у нас здесь присутствует повреждение тканей. Банально во время разрезов, когда мы подсаживаем орган и пришиваем его, то есть здесь у нас все равно идут маркеры, идет воспаление, и, соответственно, возникает сигнал о том, что организм находится в опасности, произошло что-то плохое. Соответственно, что можно делать для того, чтобы сформировать периферическую толерантность к пересаженному органу? Можно подавлять наш иммунный ответ, говорить, что нет, подавлять все вот эти воспалительные процессы, чтобы не было сигналов для активации иммунитета. Но, с другой стороны, здесь тогда возникают риски, что у нас будет плохо проходить заживление тканей, и тоже все эти механизмы восстановления могут нарушиться. Поэтому здесь очень важно соблюсти некоторый баланс. И еще одна история про отторжение органов и про трансплантацию заключается в том, что мы когда пересаживаем, например, ту же самую почку, чтобы снизить риск ее отторжения, нам бы очень хотелось, чтобы у нас донор и реципиент совпадали по MHC. Это действительно снижает риск отторжения, но разные типы MHC влияют по-разному на вот этот риск отторжения. То есть, например, для почки, когда производят пересадку, то в первую очередь типируют людей по HLA-A, B и по MHC-DR, чтобы они совпадали. То есть, если донор и реципиент не совпадают по MHC-C гену, то вероятность отторжения значительно ниже, чем если они не совпадают по MHC-A. То есть, это все история такая неоднозначная. У нас разный вклад наших генов в этот процесс. Более того, когда мы говорим, например, про пересадку печени, сердца и легких, то на сегодняшний день людей при таких операциях не проводят HLA-типирование, потому что там вообще в первую очередь более важное значение имеет анатомическая совместимость органа и человека. Там возраст, форма, размер и так далее. То есть, да, из-за этого возникает опасность отторжения. То есть, лучше бы, чтобы те же самые печени, легкие совпадали бы по MHC, но здесь, видимо, вклад MHC меньше, чем какой-то физический пространственный. И это мы с вами говорили просто про трансплантацию каких-то пренхематозных органов. Когда же мы говорим про трансплантацию костного мозга, здесь все становится совсем печально, потому что помимо того, что костный мозг может тоже не прижиться, может возникнуть так называемая реакция трансплантат против хозяина. Когда пересаженные иммунные клетки, то есть мы пересаживаем стволовые клетки, которые потом превращаются в зрелые иммунные клетки, они могут начать атаковать организм хозяина. И здесь, конечно же, уже совпадение по генам MHC играет значительно более важную роль, потому что здесь не только риск отторжения, но и риск развития аутоиммунных заболеваний. И точно так же, как и с органами у нас было, несовпадение по тем или иным аллелям может вносить больший или меньший вклад в развитие вот этой реакции трансплантат против хозяина. То есть так, например, гены MHC первого типа в меньшей степени влияют на эту реакцию, но зато аллели, HLA, DR и DQ играют большее значение. То есть по ним обязательно должно быть совпадение. Но даже если у вас полностью донор и реципиент совпадают по гоплотипу, это еще не говорит о том, что такая реакция точно не возникнет. Проблема заключается в том, что у нас Т-клетки распознают всю суммарную поверхность MHC плюс пептид. И вот вы посмотрели, что у вас все MHC одинаковые, все казалось бы здорово. Но проблема заключается в том, что пептид, который может быть презентован на клетках, он у двух разных людей может быть немного разный. То есть, допустим, у нас есть однонуклеотидная замена, которая ведет к одной аминокислотной замене. Пептид вроде бы примерно тот же самый, то есть у него точно такая же длина. Он точно также располагается на том же самом MHC. Но за счет изменения одной несчастной аминокислоты у нас, например, Т-клеточный рецептор, который в организме донора имел такую умеренную силу связывания, в организме реципиента, например, будет связываться слишком сильно. И в таком случае будет возникать аутоиммунная реакция. То есть вот это вот у нас проблема. То есть мы можем контролировать MHC, но не можем контролировать так называемый пептидом, то есть то, что на этих MHC предоставляется. Также, когда мы говорим про трансплантацию костного мозга, обычно необходимо помнить, что, во-первых, почему проводят обычную трансплантацию, потому что, как правило, означает, что у реципиента какое-то заболевание, как правило, там раковое. И для того, чтобы произвести трансплантацию костного мозга, первоначально полностью уничтожается вся кровотворная система реципиента. Она уничтожается, пересаживаются клетки костного мозга. И, как правило, когда мы пересаживаем костный мозг, там у нас нету зрелых Т-лимфоцитов. И, ну, с одной стороны, это хорошо, потому что реакция трансплантации против хозяина, она опосредована именно зрелыми Т-лимфоцитами. С другой же стороны, зачастую в таких операциях проводится дополнительная трансплантация, трансфузия зрелых альфа-бета-Т клеток. Для чего? Для того, что они помогают быстрее восстановить иммунные функции организма. Во-первых. И во-вторых, за счет них в том числе может возникать такая реакция трансплантат против опухоли. То есть примерно по тому же самому механизму, как трансплантат может убивать рецепиента, атаковать с таким же успехом, он может начать атаковать опухоль, потому что у самого рецепиента, например, уже опухоль научилась обманывать его иммунные клетки, а сейчас мы подсадили какие-то абсолютно новые. Поэтому в данном случае, опять же, это такой очень сложный баланс, который непонятно, как соблюсти, потому что, с одной стороны, вроде бы и не нужно проводить трансфузию зрелых-то клеток, потому что могут атаковать организм. С другой стороны, зачастую это полезно и помогает вывести человека в устойчивую ремиссию. При этом для миелоидных лейкозов, например, вот этот эффект трансплантат против опухоли встречается чаще, и он заметнее, чем, например, для пациентов с острым лимфобластозным лейкозом. Вот такая вот история. Соответственно, дальше давайте еще поговорим про то, что мы уже начали обсуждать то, что у нас разные типы MHC могут показывать разные пептиды. К чему это может привести? К тому, что разные типы аллелей могут ассоциироваться со склонностью к тем или иным заболеваниям. На данном слайде приведены такие вот некоторые примеры. И одним из таких интересных примеров является аллель HLA-B27, который, с одной стороны, ассоциирован с болезнью Бехтерева. То есть мы можем предположить, что вот у нас в организме есть какой-то белок, пептид от которого очень часто именно на вот этом аллеле предоставляется и за счет этого запускает аутоиммунную реакцию. И, казалось бы, плохой аллель. Но, с другой стороны, ровно этот же аллель HLA-B27, он ассоциирован с более высокой устойчивостью к вирусу иммунодефицита человека. То есть, возможно, именно вирус иммунодефицита человека каким-то образом более эффективно презентируется на данном аллеле. И организм успевает активнее и быстрее на него среагировать. Вот, соответственно, такая, опять же, у нас чаша висок, где нужно поймать баланс. То есть у нас могут быть и позитивные эффекты, и негативные эффекты от одного и того же аллеля. Ну, и также, например, непереносимость глютена тоже ассоциирована. В 95% случаев она ассоциирована с MHC-DQ2 аллелем. В оставшихся 5% она ассоциирована с MHC-DQ8 аллелем. То есть это вот такие закономерности тоже наблюдаются. Поэтому исследовать MHC – это жутко интересно. То есть исследование MHC – это один из объектов дживас-анализа, потому что корреляция между предрасположенностью к тем или иным болезням и вашим набором MHC, она очень логична, скажем так. Поэтому ее нужно исследовать. Также мы все время говорим о том, что у нас MHC презентирует пептиды, но, как оказалось, видимо, MHC могут связываться с малыми молекулами. То есть здесь вот статьи на ссылке. Одна из ссылок показывает, что у нас препарат абаклавир. Абакавир может связываться с аллелем HLA-B5701. И тем самым провоцировать реакцию гиперчувствительности. Данный препарат используется в антиретровирусной терапии для людей с ВИЧ. И при этом, если человек является носителем данной аллели, то побочные эффекты от данного препарата будут существенны. Поэтому на сегодняшний день есть предписание, что если вы планируете прописать человеку данный препарат, то необходимо провести типирование его на наличие данного аллеля. То есть в данном случае это типирование, оно быстрое и дешевое, потому что вы знаете конкретный аллель, который за это отвечает. То есть вы просто ставите ПЦР и смотрите, является человек носителем этого аллеля или нет. И аналогичная история с карбомазепином. Этот препарат может связываться с поверхностью HLA-B1502 и вызывать аутоиммунную реакцию, которая выражается в поражениях кожи и слизистых оболочек. Таким образом, это противосудорожный препарат. Если вы планируете его прописывать человеку, то точно так же его желательно протипировать на наличие одного конкретного аллеля. Соответственно, мы теперь знаем, что нам жутко интересно исследовать случай, когда у нас есть какой-то MHC, и он предоставляет какой-то пептид, и как все это дело распознается Т-клетками. И здесь возникают трудности, потому что когда мы говорим про Б-клетки, мы знаем, что у нас Б-клеточный рецептор напрямую узнает антиген. И если вы хотите отловить клетки, которые распознают тот же самый COVID, вы просто добавляете белки COVID и смотрите, с кем они связались. В случае же Т-клеток просто добавить белок, просто добавить пептид нельзя. Вам необходимо, чтобы этот пептид был в комплексе с MHC. И эта задача уже нетривиальная. То есть это специальный протокол, как осуществляется создание вот этих вот комплексов MHC-пептид. Это во-первых. А во-вторых, если вы возьмете просто один MHC с каким-то пептидом и возьмете Т-клетку, которая распознает этот комплекс, то связывание будет достаточно слабым. И в случае, пока вы проводите сортировку клеток, еще что-то, у вас вот эти вот распознавшие клетки, они могут отвалиться от того, что они распознают, и, соответственно, вы не сможете их каким-то образом выловить. Что для этого делается? Для этого делаются так называемые три меры MHC и пептид-комплекса. То есть у вас берется вот эта конструкция MHC и пептид, и они как бы сцепляются за хвостик между собой по три штуки. Потому что если они будут совсем большие, мы будем там, не знаю, сцеплять по 20 штук, то понятно, что они будут мешать скорее связаться с клеткой. А вот когда у нас три штуки, это прям идеально для того, чтобы клетка с одной стороны связалась, у нас свяжутся, допустим, три рецептора распознают, то есть связывание будет уже более прочное, и таким образом мы более надежно сможем отобрать специфичные Т-клетки, которые распознают какой-то пептид на данном конкретном MHC. Соответственно, здесь на слайде примеры некоторых фасилити, которые занимаются изготовлением таких штук. Потому что, еще раз, все это не тривиально, это не что-то, что вот прям легко на коленке можно сделать. И более того, возникают всякие разные сложности в плане, что вы не любой комплекс MHC-пептид можете собрать. Более того, не все MHC можно так легко производить. То есть у вас есть некоторый список, и вы из него уже будете выбирать конкретно у производителя, что он вам может сделать, если вы что-то исследуете. Соответственно, мы с вами еще обсуждали такую штуку, как пептидом, то есть то, что у нас у всех есть разные MHC, и они презентируют разные антигены. Если вы возьмете двух сиблинков, у которых одинаковый гоплотип HLA, и посмотрите, а что клетки презентируют, какой пептидом, то вы увидите, что все равно у них пересечения только на 85%, 25% будут различные. То есть опять же, это история про то, что у вас важно не только то, какие аллели MHC присутствуют, но и то, какие аллели других белков у вас присутствуют в геноме. И даже там один и тот же ген может быть представлен в разных аллелях, и презентоваться он будет, пептиды от данного белка будут презентоваться на клетках уже совершенно разным образом. Если же вы возьмете двух разных людей, у которых полностью различный гоплотип, то у них вообще практически не будет пересечения по пептидому. То есть пептидом – это набор всех пептидов, которые презентируются на MHC. Как он определяется? Преимущественно все эти исследования основаны на использовании масс-спектрометрии. Если вам интересно углубиться в эту тему, то вот вам ссылочка на статью, что здесь делали. Здесь взяли несколько различных типов ткани, то есть клеточную культуру, мышку человека. И для того, чтобы проверить в том числе, например, воспроизводимость, потому что здесь история примерно такая же, как с TCR-ами, BCR-ами. Вы не можете исследовать полностью репертуар человека, потому что для того, чтобы это сделать, вам нужно этого человека убить, покрошить на кусочки и полностью исследовать каждую клеточку его организма, все иммунные клетки. Потому что в разных частях у вас TCR-ы, репертуар TCR-ов и BCR-ов различается. И естественно в разных частях тела у вас различается ваш пептидом. Поэтому если вы будете брать фрагменты из разных областей человека, одного и того же, то повторяя эксперимент несколько раз, у вас все равно будут абсолютно разные результаты получаться. Вот, соответственно, здесь сравнивали несколько различных типов ткани, здесь также сравнивали несколько различных методов выделения комплексов MHC-пептид, потому что это тоже достаточно специфичная вещь, потому что, с одной стороны, если вы будете недостаточно жестко обрабатывать ваши клетки, то у вас ваш комплекс MHC-пептид так и будет оставаться связанный с мембраной и, например, оседать куда-то, как какой-то мусор, вы не выловите все пептиды. С другой стороны, если вы будете использовать слишком агрессивные методы отделения, то у вас ваши комплексы MHC-пептид могут тоже разводиться, и опять же вы потеряете часть того репертуара, который исследуете. Ну и также есть некоторые вариации масс-спектрометрии, их тоже сравнивали между собой, что подходит лучше, что хуже. И в том числе, понятно, что люди пытаются исследовать фептидомы, очень нас интересует, естественно, рак, потому что хочется понять, о чем раковые клетки отличаются от здоровых, и ответ следует искать на MHC-перво-типа. Соответственно, есть куча экспериментов, посвященных данной тематике, и результаты этих экспериментов объединены в единую базу вот этого атласа. Соответственно, если вы занимаетесь раком и пытаетесь найти какую-то мишень, в том числе пептидную мишень, то вот вам сюда, в эту базу. И также, как я уже сказала, когда мы обсуждали методы для исследования связания т-клеток и комплексов MHC-пептид, вы не можете лабораторно приготовить любую конструкцию MHC-пептид, просто потому что это физически сложно. Плюс иногда у вас может быть только какое-то предположение, что вот этот пептид, возможно, как-то предоставляется на MHC. Соответственно, пробовать все комбинации, вот вы пытаетесь его собрать, комбинация MHC-пептид, она не собирается. Вопрос. Она не собирается, потому что у вас технология плохая или потому что этот пептид не может быть представлен на этом MHC. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, у нас существуют всякие алгоритмы предсказания связывания тех или иных пептидов с MHC. И сегодня, собственно, вы этим будете заниматься на семинаре и будете пользоваться уже другой базой, то есть более широкой, которая связана не только с раками, соответственно, вот эта база. И да, наша сегодняшняя лекция, она получилась покороче, это так и было задумано, потому что вам предстоит очень интересный семинар. В принципе, вся необходимая теоретическая часть, которую я хотела рассказать, закончилась. Скажите мне, пожалуйста, есть ли у вас какие-то вопросы? Выглядит так, как будто вопросов нет. Ну, в таком случае, если вопросов нет, во-первых, если они появятся, то пишите и сразу в чат, или, может так, вопросов нет. Отлично, хорошо, в таком случае, тогда мы заканчиваем лекцию, сейчас будет перерыв. Да, через 10 минут ждем на семинаре. Все отлично. Всем всего доброго, до свидания. Да, ссылка та же самая. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok